Галактические рейдеры приключения. Ну вот мы считали этот теневой вайпир поездить. Он строит базовая типа конструкция, ну то есть скелет, который бронерейший поставить, ну на что будут укладываться плитки, бронеплиты, на что оно наращивалось. Он стоит где-то лимонов 30. То есть если корвет стоит 300 миллионов, ну дать ему 300 миллионов за, то импир стоит где-то лимонов 120. Так мы и считаем, что если отстоп там 4 миллиона, и плюс вложить все еще это, то импирит это будет. Ну то есть 400 миллионов, а грейд тоже, то есть у него броня может быть плюс 3, она может быть плюс 4, но плюс 4 легче конвертировать в красный. А если красный мастер? Ну а может красный? Потому что плюс 5 нету. Тяжелая броня. Есть только хоризма так брони сказать, плюс 4 красная, плюс 6 апельсиновая, оранжевая броня военная, плюс 8 золотая, тяжелая. Ну она называется пол тяжелая, но вообще тяжелая в зависимости от пол, сколько у нее вкачано. То есть 4 красная, по показателям контура тяжелая, она в 2 раза круче, чем золотая. Ну золотая эффекты всякие, типа муту импирского эффекта, золотого импира там и все что-то. И общий показатель у нее в 2 раза как бы лучше, чем у красного. Ну потому что за счет самого компенсатора даже плюс 8. Но это не надо импирам играть после знания импирства. Техно знаний бывает. Ну один, оно в броне уже в 2 консорции проникает. Уложено как его производить. А плюс 4 красную можно только тэн может прообразить, плюс 6. Сам тэн, он, ну например, он может 2 города прожить, плюс 4 красная, плюс 6, шестую, оранжевую, и плюс 6, оранжевую, плюс 8. Ну что-то компенсатор выстрелил в 2 раза круче. Он с каждого выстрелил по 8, а он снимает с урона. Ну допустим, если там максимально хорошо у них еще стреляет, а там. Вот если мы выстрелим, например, что-то это 18, там, 25, 27. Вот он снимает 8, а тот снимает только 4. Ну контуралон, ну квит, и контур квит красная дает. Хорошая. Если с плазмой стоять, она, по сути, противоплазменная. Против торпед, против ракет, но она не настолько, а плюс 6, она увеличивает контур квит, именно не против плазм, а против ракет, считается же, и, ну где-то в плюс 50% от того, против торпеды еще что-то добавляется. Ну можно что-то тоже улучшать ее там. Ну весь корпус попробую там улучшить. Ну что у него рельсы или там какие-то основные, или Старборд. Особенно вот. Можно это еще улучшать, допустим, теневого импер 120 он стоит, да? Но Грейт у него, допустим, это плюс 4 теневого там, не плюс 3. А Грейт, там мы считали, что в 30 раз дороже, потому что с 3-го Красного Мастера Грейт в 4-ую броню, ну весь корабль. Ну так как в 4 раза улучшение. Но он не в 4 раза улучшит, он только порисовался затратам в 4-е, сколько он может не ехать, потому что рисовался отдельно, чтобы, ну как бы не платить за них, типа бонус, сколько бонусов уложено, да? И у меня получится эта броня, ну мало того, что тенезакторская, то есть она сохранит свои, то есть она не станет красным, а станет красно-теневой бронем. То есть тень У3 или тень У4 она сохранится. И там еще тень где-то начнется, тень У4 где-то есть. Тень тени У4. Что-то там есть, но еще тень У4 тоже влияет. То есть обычная броня напротив лазеров, ну против обычного броня. А красная броня, ведь тяжелая броня вообще не таковая, она против плазмы. Астероиды уже, не просто астероиды, а плазмы расхватываются. Без красной брони там. Не обойтись. Ну можно на таком корабле, на красном настороженком промырнуть. Или на золотом промырнуть в какое-то плазменное поле там. Но она астероидная плазма, она не полностью плазменная. Ну сейчас она там летает, как будто в середине еще долетает от краев, которые ближе к светилам там, плазмами, да. Ну без такой брони летать там не получится. В красном, ну и с золотой настороженком, но с золотой настороженком на дороге. То есть обыграет от четыре, например, или три. Чтобы получить четыре, это значит, ну сколько? Четыре раза дороже. Больше четыре раза большая вес, для собственности. Ну, энергии там, да. Туда. По скорости произвести легче, чем нравится. Огрейт он быстрее. Или по столько же, допустим, производили. Ну сколько броня там? Плюс третья. Это не важно. Значит три дня производить. Огрейдить. В плюс четвертую. Ну тот же день затратится, по сути. Еж нету четвертую. Если тени вампир какой-то. Да. Если тени ЗАГС, то да-да. Если тени вампир. А тени ЗАГСа плюс четыре, он может. А тени вампир только плюс три даст. Если он МК. Ну, тени вампиром летать может. Со тем-то там. У кого МК-3 она. Со всем. Все. Ну то есть у нас сущность тени ЗАГСа отдельно развела. То есть не важно, что. Плюс сорок ГБМ как у тени. Это не означает. Это означает просто сорок ГБМ. То есть сорок маневрами. Но не означает никакой сущность тени. Само наличие тени это в зависимости от развитости самой тени. Если он развил плюс три, то значит он может. Если сущность тени вампира развил, то да. Но он еще не теневой вампир. Он тень теневого вампира. Но он может что-то производить. Типа так. Бронеплак. Плюс три. А тауки там плюс четыре даже не будет. Ну то есть плюс три, так как. Если сервер с МК-1 и МК-3, то он может прообразить. Если это МК-1, не высшим повышением МК-2 производства. МК-1 он проабгрейдит плюс три аж до девятого. До девятого. До феянского. Плакса. Фееплакса это. Наноплакс. Феянский наноплакс. Визор. Ну и розовый визор произвести, с которым она смотрит. Ну теневой визор она подходит. А то теневой визор, да. Это черный визор, да. Ну черный визор это. Когда произвено плюс четвертое. Ну там качество высшее. Ну оно не визорное. А черный визор может переобразить. Если он вампир. То есть вампир из Акс. Или тени из Акс, которые тени вампир. Вот он произвел. Как бы в обратную сторону. Плюс три это перебивается. Был визор. Получить. А тут. Плюс три в плюс один. За счет красного. Мастера. Плюс четыре. Ну вот этот пол играет. Ну плюс четыре красная брониха получается. А была она плюс три. А технология плюс три таки осталась. Ну осталась. Еще вообще того. Что с вами МК-1. Даже пускай на кинжале. Тогда технология МК-1 на производстве. Хотя она сохраняет все эти. Тени МК-3, МК-4. И.. МК-4 то и, чему не знаю, произойдет в orientation.